Ты знакома с Антониом Бандерасом? Да. А ты знакома с Йоханом Ренком? Да. Ты знакома с Кригем Мейзиным? Да. Ты знакома с Армандой Янучи? Да. Ты знакома с Элэй Джа Вуд? Ну, можно сказать так, да, с натяжкой. Ты знакома с Тео из группы Хёртс? Да. Ты знакома с Джанном Дюжарденом? Да. Ты знакома со Стеланом Скартгард? Да. Ты знакома со Стивом Бушеми? Я бы не сказала, что мы знакомы. Потому что он снимался в Лондоне. А очень хотелось бы с ним быть знакомой, честно скажу. Ты знакома с Богданом Бенюком? Да. Всем привет. Это подкаст «У меня было», в котором два креативных продюсера разбираются, как устроена наша киноиндустрия. Меня зовут Олеся Лукьяненко. Меня зовут Настя Лоткина. Обязательно слушайте подкасты «Принципе» и наш подкаст, например, в салоне и в спортзале. Чтобы вы не чувствовали, как вы бессмысленно стареете на маникюре и тренажёре. Когда мы говорим «киноиндустрия», мы имеем в виду очень широкое направление. Это и производство сериалов, полных метров, клипов, рекламы. Потому что всё это связано между собой, и часто делят и съёмочные группы, опыт, ресурсы. И сегодня очень хочется поговорить о направлении, где именно это производство отточено до совершенства. Потому что когда смотришь рекламные ролики и клипы этой компании, то буквально замирает сердце, потому что не верится, что все они сняты в Украине настолько круто и стильно выглядит в них Киев и другие наши города. В общем, у нас в гостях Евгения Яцутес, владелец и исполнительный продюсер компании «Радиоэктив», одного из лидеров рекламных продакшенов, за плечами которых сотни крутейших рекламных роликов и клипов, и организация съёмок украинской части сериала HBO «Чернобыль» до того самого, а также фильмов «Смерть Сталина», французского сериала «Бюро легенд» и многих других. Привет, Женя. Привет. Женя, мы сейчас будем очень долго тебя представлять, если ты ответить на все свои письма. Я хочу немного рассказать о Жене лично, потому что Женя довольно близкий друг нашей семьи. Женя часто бывает у нас в гостях. В наше время даже раз в год это часто. Ну, мы вроде чаще, на самом деле, встречаемся. И я очень люблю такое выражение, если хочешь дружить с гениями, относись к своим друзьям как к гениям. А вот с Женей даже имитировать не надо, не надо притворяться, потому что то, что делает Женя и её команда, и её компания, это просто гениально. Но меня поражало всегда другое, что вот когда Женя бывает у нас в гостях или мы где-то встречаемся, Женя никогда не говорит о работе. У меня есть друзья, которые обувь продают, и они не затыкаются. А Женя, делая что-то невероятное и крутое, никогда не хвастается, не понтуется, не жалеется, не плачется. Ох, уже эти звёзды. Как ты в себе это держишь? Как ты можешь удержать в себе и не кричать, я снимаю сериал для HBO или мы делаем клип для Coldplay? Ну, как я уже говорила до начала записи нашего подкаста, что у меня, наверное, это импринтинг NDA где-то в крови уже за долгие годы. Ну и, в принципе, поскольку действительно мы зачастую связаны с жёсткими договорами и неразглашением, и ты понимаешь, что тут на кону либо где-то так похвастаться, а потом ты не знаешь, где это может всплыть, то лучше молчать. И как-то, наверное, это надрессировано годами, мне кажется. Ну, а потом это ещё отчасти суеверие, пока это не выйдет и не будет всеми увидено и так воспринято, как задумывалось бы, наверное, в начале, то чего заранее хвастаться? Ну и, по сути, мы сейчас делаем порой проекты очень интересные и красивые, которых, ну, скорее мы их делаем, чтобы потешить себя, что мы такое можем, и нам интересно, типа, челлендж задаёт, да, сможем, не сможем, а получится, не получится, как любимая поговорка. Да и не такие проекты заваливали. Завалим, не завалим, да. Вот, и как бы хочется сделать, и ты идёшь тогда на условия NDA, при которых ты даже не можешь упоминать о том, что, не дай бог, ты где-то кому-то скажешь, что этот проект снимался в Украине, даже не говоря о том, что он нами снимался. Есть и такие проекты. Ты потом их видишь везде, как бы в эфире, в интернете, все восторгаются. Класс, смотри, как здорово. Да, классно. Потом начинают, а, вот смотрите, украинские локации, а кто же это делал? Да, украинские локации. Как это? Умение выдерживать эту паузу и даёт возможность снова и снова работать с этими клиентами. Так, собственно, Apple к нам возвращается, Coldplay к нам возвращается. А, новый клип Coldplay будет. Так мы только за прошлый год их сняли, три. Я поняла, они сильно вас полюбили, да? Ну, как бы тут скорее, я не знаю, полюбили или не полюбили, это когда ты уже чувствуешь спокойно, понимаешь, что результат будет таким, как ты задумал. То есть это доверие специалистам просто. Так, Женя, усаживайся просто поудобнее, потому что мы очень хотим с тобой отрефлексовать по всем твоим проектам. И мы с Настей договорились, что мы просто не отпустим тебя, пока мы не выпытываем вообще все профессиональные рабочие секреты. Но у меня было опасение, что наше общение с Женей будет очень короткое, потому что Женя придет и говорит, Женя, расскажи о своей работе. А Женя скажет, у меня 800 договоров о неразглашении, поэтому мы можем рассказать, что мы едим на площадке, а остального нет. Ну, насколько я смогу. Я могу и отвечу, конечно. Ну, во-первых, надо понимать, что это я делаю далеко не одна. Это все работа большого количества людей. Каждый вносит свою лепту в этот процесс. И, наверное, в этом прелесть, что там 100-150 человек могут сказать, что я это создавал. Хотя бывали случаи, когда ко мне возвращались с вопросами, а этот человек у вас работал на Чернобыле? А то у него записано в резюме, он так как бы себя всем преподносит, что он работал над этим сериалом, а мы его как-то ни в титрах не нашли, нигде не нашли, вообще, о каком идет речь. Мы не знаем этого человека. Да. Ну, то есть пользуются как раз наоборот. Ну, что, у них Индии, они ничего никому не скажут, а я тут примажусь. Ну, все. Да, у нас с тобой была такая ситуация, что один оператор рассказывал, что он у вас работал-работал, и когда я у тебя спросила, ты впервые слышала эту фамилию. Кроме вот фильмов и сериалов, которые вы делали, я села и открыла ваш YouTube-канал, и там 416 рекламных роликов. Я их просмотрела очень много. И у меня, Женя, к тебе 416 вопросов. Как, Женя, как, 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 еще 411 раз, как вы это делаете? Ну, во-первых, опять-таки, я не все проекты говорю. У нас есть, во-первых, у нас главный Дарка, который всепоглощающе все контролирует. Потом последние пару лет я больше стала заниматься кинонаправлением нашим, собственно, как раз после Чернобыля. А Дарка и еще 2 исполнительных продюсера наших молодых относительно, да, они тоже выросли в рядах компаний, как раз которые опекаются больше рекламными проектами. Это Саша Бевка и Катя Галецкая. Вот, наверное, поэтому за последние годы-два они бы даже больше ответили на какие-то уточняющие вопросы. Давай, чтобы подойти к роликам, начнем с такого самого жирного проекта. Давай вот с Чернобыля. Это прям мега интересно. Это то, что лично у меня прям сильно болит. И я вот тебе скажу, не знаю, согласитесь со мной с Настей, вот когда вышел Чернобыль, все в Украине посмотрели, офигели от масштаба, от качества. И у всех был только один вопрос. Почему не мы это сделали? Почему не Украина это сделала? Я так догадываюсь, что и в России, и в Белоруссии звучал тот же самый вопрос. Женя, почему мы это не сделали? Это же наша тема. Ну, я думаю, что, во-первых, потому что у нас недоступны такие масштабы бюджетов все еще. И я думаю, что даже если бы пять лет назад даже с тем же составом творческой группы, которая сделала Чернобыль, мы бы пришли, например, подаваться в Дашкино, то даже за десятую долю этого бюджета нас бы выгнали метлой. Как бы это все сомнительно. Ну, и Крейг Мейзин, он раньше писал какие сценарии. Очень страшное кино. И похмелье в Вегасе, а тут он вдруг в драму полез. Ну, как-то это неубедительно, да? Ну, как обычно у нас отвечают на такие истории. А HBO как раз отличается тем, что они рисковые ребята. Поэтому, я думаю, даже Netflix вряд ли бы на такой пакет питча откликнулся. Слишком дорого или слишком драматично? Всего понемногу, да. Потому что если так рассматривать онлайн-платформы, понятно, что все стремятся сейчас поработать с Netflix, мечтают об этом. Но на самом деле, среди онлайн-платформ Netflix такой себе Procter & Gamble, если сравнивать там все. Масс-маркет такой, да? Чтобы было понятно тем, кто занимается, например, съемками рекламных роликов и мечтает когда-нибудь работать в более широких форматах, то Netflix – это Procter & Gamble VOD-маркетер. Дело в зарегулированности, дело в расценках, в условиях оплат, то, как они отбирают контент и так далее. Там много очень нюансов на самом деле. Не так сладко работает с Netflix, как это может казаться. И далеко, далеко не все, кому удается продать свой контент Netflix, в итоге получают за это приличные деньги, скажем так. А у вас был опыт работы с Netflix? Ну, общались с ними не раз по вопросам съемок для них в Украине. И вот они наконец-то побывали в Украине в этом году. Посмотрим, как там это все пройдет. Это здорово, что они все-таки сюда приехали. Проблема во многом с Netflix для нас в том, чтобы снимать что-то для них достойное еще и в том, что у них Украина приписывается все еще к региону Россия, Белоруссия, ну, как бы, то, что называлось раньше СНГ. И поэтому основной их производственный хаб в Восточной Европе это Польша сейчас. Они достаточно много туда вложили следств, отстроили там студии для их съемок. Поэтому им не выгодно и неинтересно особо пока массово как-то масштабно снимать в Украине. Они не рассматривают это для себя как серьезный рынок, если это не просто сервисное производство. А в сервисном производстве они, как Procter & Gamble, будут, как бы, проводя тендер, искать, кто сделает дешевле. А поскольку у нас там текст-ребейты еще в зародыше, то поэтому мы можем, как бы, презентоваться, рекламироваться. Вот случилась, наконец-то, проба пера наших коллег по рынку в этом году. Мы все ждем результата. А можем мы назвать этот проект, который сейчас делает, команду и проект, который сейчас делает фильм интернетфликса? Слушайте, я не помню рабочее название. Фильм с Ван Дамом. Он у нас вовсе. Все знают, да? Фильм с Ван Дамом. Поправь, если у нас неправильная информация, что вы сами вышли на HBO, вы узнали, что они собираются снимать проекты Чернобыля. Скажи, пожалуйста, а вообще рассматривали они там до вашего обращения в Украину как место съемок? И что у вас за козырь был в рукаве? Как бы, чем вы их уговорили? Это был процесс практически одновременный. Они нас нашли, и мы к ним постучались. Во-первых, мы узнали о том, что этот проект уже масштабно готовится, в Литве к съемкам. Мы тогда тоже возмутились, что как это так, сериал про Чернобыль снимается в Литве, а не у нас. И, естественно, сарафанным радио так или иначе нашли общих знакомых в этой индустрии и сконтактировали с ними. И одновременно они же, готовясь уже в Литве, поняли, что у них есть проблемы с художественной частью, так или иначе, без съемок в Украине не обойтись. Выйдет все не так аутентично, как хотелось бы Йохану и Крейгу. И они, на самом деле, бывали в Украине до этого. Они приезжали со знакомительной поездкой в другую студию. И, насколько я понимаю, ну, они не поняли друг друга. Стало понятно, что та украинская студия, которую они нашли в первый свой заход, не соответствовала их ожиданиям по скауту. И после этого приезда на знакомство они решили, что все, с Украиной все понятно, будем снимать все в Литве, ладно. Все были правы, что там еще рибейтов пока нет, все еще в зародыше, бог с ним, ладно. А потом, когда опять-таки уперлось все в проблемы в творческой и креативной части, и стали они еще раз решили, а все-таки, может, мы не догуглили украинские студии. Стало понятно, что, не, подождите, так есть же там все-таки люди, которые работают на Голливуд, и вроде все довольны остаются. Давайте-ка с ними познакомимся. И как-то так одновременно с этим, и мы к ним обратились с тем, что как же вы снимаете сериал про Чернобыль без реального Чернобыля. Мы сделали пробный скаут для них, ну, и так это все завертелось, стало понятно, что мы как раз понимаем, чего они хотят, мы говорим на одном языке, и когда ты получаешь сценарий, ты вот читаешь. То есть вы получили сценарий перед тем, как они приезжали к вам, да, вот этот момент важный? По-моему, нам сначала прислали одну серию, почитать так пробно даже, не всю историю сразу. Они и написаны были еще полностью до конца. То есть понятно, что это шедевр, что это будет очень круто, но это сразу было понятно. Поэтому, естественно, у всех было задание выложиться на 200%, для того, чтобы они точно приехали к нам хотя бы на чуть-чуть. И в итоге 25%? Ну, где-то так, да. Учитывая то, что мы просто не только украинскую часть съемки обеспечивали художественными составляющими, но еще и в Литву отправляли и гримеров наших, и реквизиты, и игровой транспорт в большом количестве. То есть в какой-то момент туда уезжала колонна этих игровых автобусов, вот те, которые видны в сцене. Я очень хочу про них спросить. Вакуация, да, мы их и в Литву отправляли, потому что были какие-то сцены, которые снимались здесь, потом они же нужны более там, много там и всякой такой а-ля военной техники, палатки, ну, то есть много реквизитов, костюмов, то есть это контейнерами, просто туда отправлялась потом. А колонны этих автомобилей, по-моему, мы считали, 23 километра длиной была колонна транспорта, которую мы отправили. Ага, класс, класс. Мне страшно это всё интересно. Объясню, почему. Потому что у нас на студии был сделан фильм, и я к нему причастна, к его созданию «Мотыльки», который рассказывает о чернобыльской трагедии поэтапно, событийно. И, собственно, многие вещи, которые есть в Чернобыле, по-своему реализованы и в «Мотыльках». Понятно, это был 2011 год, у нас совершенно были не такие бюджеты и возможности. Фильм, из которого взяли, собственно, станции. Да. И успешно использовали фильм. У нас очень много... Я понимаю, что материал один, события, они одинаковые. И взрыв, эвакуация, крышные коты, больница, шестая московская больница, лучевая... В общем, можно вот так вот по пункту очень долго перечислять. И, конечно, я хотела спросить, но я уже догадываюсь ответы. Видели ли вы фильм «Мотыльки»? Может быть, его видел Крейг Мейзен? Пускай тем тешим, что Крейг Мейзен точно его видел. Потому что с тем уровнем погружения, как он четыре года вынашивал эту историю, искал к ней ключ, изучал все материалы, что, мне кажется, не посмотреть «Мотыльков» он не мог лезть. Я думаю, да. Тем более, что поскольку они же решали покупать, не покупать модели, я думаю, что точно ознакомлю. Да, надо объяснить, потому что даже на 2011 год в этом мини-сериале, четырехсерийный мини-сериал, там была на тот момент, ну, такая очень прогрессивно выдающаяся компьютерная графика по меркам Украины, потому что наши дизайнеры сделали полностью проект Чернобыльской станции, 30-километровой зоны, очень детально все прорисовали, взорвали и так далее. Да, и все эти шоты в итоге ушли на HBO и использованы в сериале «Чернобыль». Вот, и мне почему это еще так интересно, потому что я прошла, ну, те же пути в подготовке, поиск вертолетов, самолетов и так далее. Мне было очень любопытно про автобусы, про эвакуацию, потому что, когда мы готовились к «Мотылькам», у нас режиссер Виталий Воробьев, очень классный режиссер, технически грамотный, очень внимательный привет ему, если вдруг он нас слышит, он увидел в документальной съемке кадры эвакуации, и там желтые икарусы, которые вывозили людей. И нам было поставлено задачи найти эти желтые икарусы. Типа, если не будет желтый икарус, это будет неправда. Значит, на тот момент, на 2011 год, желтые икарусы уже были сняты с производства, они даже были уже сняты с маршрутов. И, в общем, каким-то способом наш директор Ани Скок, Ани, привет, всё-таки умудрилась пригнать, по-моему, около 20 этих желтых икарусов, с которых доехало, по-моему, 15-5 полмалось по дороге, чтобы снять это со всей Украины, чтобы снять эту эвакуацию. И потом мы просто уже на посте множили там этих несчастных 15 автобусов, которые заводились через раз, множили на посте, чтобы высрость вот огромная линейка. Я так понимаю, у вас задача в желтых икарусах вообще даже не стояла. Знаешь, стояла на самом деле, только мы поняли, что их не найти в таком количестве. А плюс к тому, мы понимали, что они должны будут быть задействованы и в украинской, и в литовской части съёмки, а сами они точно не доедут в Литву. У нас просто есть транспортный координатор, который занимается вопросами техники транспорта. Он бы тут детально, я думаю, рассказал о всей своей крови и поте на этом проекте. Серёже Мягкий, большой привет. Потом стало понятно, что даже если мы их 15 найдём, неважно было, жёлтые, не жёлтые, мы бы их перекрасили, потому что мы половину, большую часть этой техники всё равно воссоздавали её оригинальный вид в соответствии с той эпохой. Меняли там покрышки, колпаки, всё, что нужно. Допустим, там нашли бы 15 карусов, перекрасили бы их в жёлтый свет, но сколько бы из них было на ходу? И там, по-моему, было там два или три. И то вопрос, доедут ли они до Литвы своим ходом и должны вернуться обратно, потому что это только временный вывоз был возможен. Потому что Литве не нужен металлолом в таком количестве. То есть это юридически и логистически никак не решалось, поэтому была дана уступка там. Хорошо, каких автобусов найдём в нужном количестве. Вот поэтому остановились мы на этих кругляшах, как они, лазы. Лазы, по-моему, да-да-да. И тоже многие... Мы их тоже собирали по всей Украине, и многие перекрашивали тоже, обратно чинили, чтобы они доехали своим ходом до Литвы и вернулись обратно. Мне кажется, когда смотришь «Чернобыль», особенно если ты немножечко погружён в тему, ну, это прям большое уважение к качеству подбора реквизиты, художественного решения, да. То есть стилистически это настолько круто выглядит, и всё очень точно передано. Прям восторг. В показе документальности всегда есть некий компромисс. И мне кажется, что если ты не знаток, не эксперт, то наверняка эти компромиссы допустимы. Вы для себя как-то выстраивали эту, не знаю, грань, где вот можно, а где вот нельзя уже быть неправда? Во-первых, эти грани диктовал Йохан Крейг и Люк, продакшн-дизайнер, который отсматривал всё, насколько там это соответствует правдоподобности. Хотя Люк, будучи достаточно молодым продакшн-дизайнером, образовательный курс прошёл у нашего художника-постановщика Владимира Радлинского, который его мощно погрузил в сидеть мальчику тех времён. Ну и так получилось, что как-то большая часть нашей съёмочной группы, то есть это как раз история нашего детства, и мы как бы для них были специалистами все, потому что любой мог ответить на вопрос, так, у тебя дома была такая пепельница? Или там, как тебе в сервизике? Какие нравились? О, вот у моей бабушки вот такой-такой-такой был. Поэтому ты сейчас смотришь эту картинку и понимаешь, вот, и пепельница такая, как у моих родителей была, и сервиз тут, и часики, и обои, ну, потому что нам всем действительно было очень легко в этом им помочь. Ну и получается, что в плане создания материального мира Чернобыля вы полноценные соавторы, потому что они приехали, и вы им рассказали, как... Да, потому что, собственно, то, с чем они столкнулись в Литве, в первую очередь, концептуально, что Литва, как одна из республик, первыми вышедшие из СССР, очень активно... Избавлялась от всего. Все эти годы избавлялись от всего, чтобы им напоминалось Советский Союз. У них просто элементарно, просто физически этого всего не было в каком-то нужном количестве. И поэтому им нужно было сюда хотя бы даже за этим приезжать. А, естественно, мы для них просто выгребли барахолки и блошиные рынки всей Украины. То есть это все контейнерами собиралось, потом сортировалось и отправлялось. Плюс еще был важный момент, помимо точек локаций в Киеве, это то, что у нас есть возможность снимать на военных аэродромах, базах и так далее, и есть доступ к военной технике, что было очень важно, потому что были сцены достаточно сложные с военными вертолетами, которые не вошли, к сожалению, в монтаж, которые снимались целыми днями, готовились еще там неделями до этого. Но как бы драматургически не помещались просто в заданное количество серий, и от них решили отказаться. Хотя в моменте подготовки возможность снять эту технику реальную была очень важна для творческой группы. А Крейг Мэзин приезжал в Киев? Да, конечно. И на съемки, да? На самом деле для Крейга этот сериал тоже был такой переворотной точкой в его карьере, потому что он очень долго пытался избавиться от этого шаблона восприятия его как комедийного сценариста, и вот с этой идеей, как Настя правильно заметил, он долго носился, ее проживал и жил, и на самом деле он прекрасный творческий человек и очень дотошный ко всем деталям, затрушенности в этом смысле. Они, конечно, с Йоханом были великолепной командой. Мы тоже в тот момент недоумевали, как вообще HBO решилась на такой сценарий от комедийного сценариста к сценарий совсем не комедийный. И я знаю, что сейчас Крейг как раз ему и Чернобыль как раз дал возможность открыть эту дверь в мир драматических фильмов, и он большей частью сейчас работает далеко не над комедийными историями. А расскажи, как вот существует, со-существует на таком проекте режиссер и шоураннер? Как они делили полномочия, обязанности, были ли у них какие-то споры, взаимосвязь? Да, потому что нам это очень интересно. Мне сложно сказать, как они договаривались между собой. Ну, они, я думаю, стали друзьями за время вообще ресерча и подготовки. Поэтому я думаю, что успех в том, что они очень хорошо друг друга понимали. Не было каких-то конфликтов, споров. Я не помню. А Крейг все время присутствовал на площадке, на съемке? А мог что-нибудь сказать? Типа стоп! Или вот что-то не так? Пойдем покурим. Поговорить нужно, да? Ну, все-таки там Йохан больше как бы имел вес последнего голоса. Режиссеры вы главные пока еще. Режиссеры все равно главные, да. Это правда. А еще особенно, если так сравнивать, на момент работы над сериалом, все-таки Йохан был более состоявшимся... Певцом с такобо. Относительно в этом жанре, нежели Крейг. Поэтому все равно за ним оставалось последнее слово. А можешь перечислить, что именно в Киеве вы снимали? В районе Русановки, на Аболоне, гидрометалл-метеорологический наш институт. Ну, все узнали, конечно же, Богдана Хмельницкого. Это наш главный... Дом со звездой. Дом со звездой, вид на который сейчас спортит новостроящийся жилой комплекс, и там уже вот он так не выделяется. Улица Константиновская в 50 метрах, от которой ты к нам приходишь в гости. Да, Подол, да. Много мест на Подоле было. В Беларуси институт, это же КПИ был, да? Да, и на КПИ, и потом части университета Шевченко были, которые на ВДНХ Киевское море, Украинка, или Новая Украинка, как это называется? Шахтеров, где мы снимали. Ну, то есть, такие, Борисполит с аэродромом, и Гастомель, и авиационный музей, откуда мы брали эту технику. А сколько у вас было съемочных дней? Смотря как считать, потому что было два юнита, два продакшн-юнита, в какие-то дни они снимали в одном месте, а в каких-то в разных. Потом второй юнит еще ездил снимать в Чернобыль непосредственно. Главный юнит в Чернобыль не пустили из-за пожара тогда там, и поэтому Йохан в ту пору не попал в Чернобыль, хотя очень хотел. И вот я свозила как раз два месяца назад, вот в конце сентября, он приезжал по приглашению кинофестиваля «Молодость» на семинар. Удалось нам его сюда затащить только благодаря тому, что мы пообещали в этот раз точно свозить в Чернобыль, закрыть гештальт. Мы съездили в Чернобыль. Смешно было то, что в этот раз, когда мы ехали, еще экскурсовод от Чернобыль-тура, выезжая из Киева, нас спросила там, какой тур мы хотим. А какие есть? И оказывается, есть теперь у Чернобыль-тура тур по локациям сериала «Чернобыль». И мы решили, шутки ради, по этому туру и пройтись. Но круто то, что в этот тур они включили, они нашли реальные квартиры героев и Людмилы Игнатенко, и пожарную часть, и Дятлова. В общем, реально прям квартиры. Реальных этих, да, героев сериала в реальной Припяти. И вот по этим местам мы прошлись. И вот это Йохана очень сильно проняло, действительно. Блин, сила сериалов. Это прикольно, потому что они действительно эти места отыскали, здорово. Потому что в какой-то момент, я помню, после выхода сериала, когда случился бум по местам возможных съемок. А потом еще через несколько месяцев до меня дошли слухи, что все решили, что это наш сайт-бизнес, эти туристические бюро. И в тот момент мы с Даркой думали, блин, было бы, наверное, неплохо, если бы у нас на это было время. Ну и смешно, конечно, все посмеялись, я думаю, в момент, когда мы уже договорились о съемках, что как эта компания с таким названием. Ей было предречено снимать этот сериал так или иначе. То есть мы заблаговременно об этом подумали. Мы абсолютно были в этом уверены, подняли и решили, что вы, наверное, тогда уже на что доцелите. Может, сейчас 20 лет до этого. Еще мы прочитали, что 26 апреля, по-моему. Да, мы тоже не сразу поняли, потому что договор, как обычно, происходит в таких проектах, согласовывался порядка полугода. И в конечном итоге подписан он был уже глубоко в процессе подготовки. И потом, спустя какое-то время, мы заметили, что подписан-то он был как раз 26 апреля. Про Армандо Ианучи. Ходит шутка о том, кто режиссировал 2020 год. И вот в моей версии, если кто и режиссировал 2020 год в мире, то это Армандо Ианучи. Причем в Украине он начал режиссировать еще с 2019 года. я обожаю его сериал ВИП и сериал «Гуща событий», «Авеню 5». И, в принципе, у него все истории о том, как какие-то странненькие люди наделены властью, и что смешного из этого происходит. И вы делали часть картины «Смерть Сталина», очень классной, смешной, уморительной, которая о том же. И я, конечно, обожаю Ианучи. И расскажи, как с ним работать, какой он, он такой потрясающий, как я тебе нарисовала. Хочу сказать, что да, он действительно потрясающий, очень классный, у него отличное чувство юмора, естественно, это понятно. Ну, он требовательный, безусловно, ко всему, что происходит, но с ним действительно очень приятно работать, он профессионал своего дела. Я думаю, тут больше бы рассказала о том, как с ним работает Таня Соколова, которая была линейным продюсером этой части съемок. Вот она, что у нее было больше возможности с ним общаться непосредственно в каждодневной подготовке и съемке. Но его обожали все, потому что он действительно, ну, задает тон своим видением и чувством юмора. Вот он такой в жизни. На площадке получал все тебя наблюдать? Какой у него режиссерский метод? Как он с актерами работает? Он им объясняет задачи? И где должно быть смешно? Он им показывает, как? Или они там вместе договариваются? Ты знаешь, мне кажется, как для любого успешного режиссера, если ты будешь разжевывать, показывать задачи, этого не произойдет. Ты должен просто погрузить в правильную атмосферу актера, и это скорее абстрактная подача задачи, так, чтобы каждый актер словил твой вайб, твою нотку, как это должно быть. Но там и актеры гениальные, поэтому там особо разжевывать задачи не нужно было. Все прекрасно понимали, что нужно делать. Можешь, конечно, показать, если совсем патово. Не сходится, не складывается. Вот. Но и он достаточно красноречив в мимике, в разжении, чтобы очень быстро объяснить, что он хочет. Вот. Ну, плюс у нас авторы и режиссеры очень во многом помогают ставить задачи режиссерам, потому что, когда еще случается конфликт языковой, ну, так, проблемы, скажем так, не конфликт, то, конечно, наши вторые режиссеры, они подключаются в постановки актерских задач, объясняя. Украинские вторые режиссеры. Вот эта творческая группа, которая вместе с Янучи сюда приезжает, это кто, сколько их, а какие вы закрываете штуки? От проекта к проекту по-разному. Обычно, я сейчас уже не помню, это было 8 лет назад, я не помню, как это было тогда, кто точно, у него был второй режиссер, ну, как бы, всего проекта с ним, потом был второй режиссер уже наш, и третий второй режиссер уже наш, четвертый, которые уже там дальше работают с массовкой, потому что у нас было много сцен с массовкой. Поэтому, когда особенно проект снимается в нескольких странах, то берется второй режиссер, который непосредственно как правая рука режиссера, да, и который ведет все страны, где ведется съемка, их координирует. А дальше уже, поскольку второй режиссер так или иначе должен работать со съемочной группой на площадке в странах, где далеко не вся съемочная группа говорит на английском языке, тебе все равно нужен местный второй режиссер. То есть это получается не совсем второй-второй, да, их получается два-вторых режиссера. Один, который ведет весь проект, как бы, у всех стран, а другой только там непосредственно в этой стране, кусок съемок в этой стране. Потом уже за ним идет второй-второй, потому что он, который, есть второй режиссер, который там ведет съемочную площадку, тот, кто больше занимается планированием. Третий-второй режиссер, который будет, ну, как третий ассистент режиссера, который будет заниматься там разводом, расстановкой актеров уже в мизансенах. И там четвертый может быть уже больше, как массовод. Вот их может быть очень много. Плюс, там, в зависимости от характеров и именитости режиссеров, помимо второго режиссера, как First ID, то, что мы знаем, многие режиссеры еще требуют себе, как assistant director, но это не ассистент режиссера, как тот, который занимается логистикой и планированием съемочного процесса, а непосредственно, как его личный ассистент, да, который больше, там, по решению его личных мелких вопросов. А когда люди приезжают, там, мало нам доверяют, мало нас знают, ну, особенно это раньше больше такого было. Если люди едут, там, впервые снимать в Украину, им кажется, что у нас здесь приблизительно Уганда, вот, то они стараются, естественно, все департаменты покрыть своими специалистами. И вот британцы оказались более рискованными в этом вопросе с нами. Вот. И как бы рискнув один-два раза, они поняли, что нам можно гораздо больше доверять, и, в общем-то, и это им выгоднее, и всем так выгодно и интересно, и таким образом и наши специалисты получили больший доступ к работе с иностранными творцами, и именно в каком-то большему вкладу, собственному творческому в результат, а не когда ты снимаешь там, ну, то есть только... Украинская часть группы это, грубо говоря, подмастерья. И так и сложнее работать, когда все главы департаментов иностранные, они там себе между собой все решили, и выдаются только какие-то там как-то обрывочные информации уже по факту их решений. И, получается, украинские подмастерья, как слепые котята, там, принеси-подай, иди нафиг не мешай. А как у вас происходит вот это дистанцированное утверждение? Ну, вот, например, на примере смерти Сталина. Вот приняли локацию, и в локации должна быть такая-то массовка, такой-то реквизит, такой-то транспорт. Все должны вот так-то быть одеты, вот эти деревья оставить, эти срубить, здесь засадить. Как на дистанции происходит вот это утверждение всего, что касается будущей сцены? Ну, во-первых, когда уже идет непосредственно подготовка, обычно, как бы, костяк группы уже здесь, и если дистанционно, то художник местный делает эскизы, по фотографиям локации дорисовывает, или, ну, как бы, убирает в фотошопе. Плюс тут не только про смерть Сталина, про любую историческую картину, да, то есть которая воссоздает какую-то историческую эпоху, детальный ресерч по всем этим нюансам и деталям, а потом делаются такие большие, как подготовительные рабочие базы, как это, воркшопс, и для художественного департамента, и для департамента костюмов. То есть у нас, по-моему, на смерти Сталина наносит тысячу квадратных метров была такая костюмерная, снят такой костюмерный цех, в котором, там, по-моему, две недели или три мы проводили тесты, то есть всей массовки, всех, то есть у каждого даже героя из массовки был свой образ, то есть его нужно отмерить, там, подстричь или, там, причесать нужным образом. Это тесты по гриму, по всему, то есть по всем вводится картотека, и режиссер всех отсматривает, и там, чего, где поменять, заново вызвать, опять перестричь, усы доклеить, усы убрать, ну, то есть это такой идет цех, то есть репетиционная такая художественная база для отработки всех этих деталей, именно для того, чтобы не было у тебя где-нибудь там в массовке вдруг человека там в костюме 2020 года. И точно так же по реквизиту, да, то есть это большой цех, в котором там собирается уже реквизит по сценам, отсортируется, отсматривается, дополнительно проверяется, там, соответствует эпохе, не соответствует. Если вдруг где-то там нужны компромиссы, вот, не могут найти точно то, что соответствует, какие у нас есть бокап-варианты. Знаешь, как это иногда происходит на сериалах, где, может быть, не так много было денег или не так много было времени на подготовку. Вот ты садишься с группой, и точно так же все заранее проговариваешь, рисуешь, даешь задачи, да. Потом наступает этот момент съемок, и ты говоришь, а где же, вот там, не знаю, какой-то прибор, какая-то ткань, какой-то реквизит, и тебе приносят что-то, ну, что совершенно вообще не из этого времени, не из этого материала, вообще не из этой истории. Но ты понимаешь, что остановить съемку ты уже никак не можешь, да, режиссер может быть в припадке, ему плохо, потому что, ну, жаль, ему жалко, сколько он времени на это все потратил, но ты продолжаешь это снимать. Если у вас происходит вот такой вот факап, да, что-то не находится, что-то приносится не такое, как было запланировано, как вы поступаете вообще? Случаются ли у вас факапы? Конечно, случаются они у всех, случаются, но это вопрос, как ты их решаешь, и насколько твой режиссер готов идти на эти компромиссы, да, и потому что бывают случаи, когда режиссер топает ножкой и говорит, все, я отказываюсь работать в таких условиях, все, я ухожу, пока вы мне не найдете нужную чашку, и все, и ты тут хоть разбейся в лепешку, побеги, найди эту чашку. Но так и воспитывается команда, быстро решать эти вопросы и ответственно подходить к этим задачам, чтобы не случалось моментов, типа, а, я забыл. Да, ну, подумаешь, ну, вот вам другое, что, не нравится? Да сойдет. И вот эта вот фраза, когда звучит на площадке, когда начинает подозрительно, слишком часто звучать фраза, поправим на посте, ты понимаешь, что у тебя уже кардинально что-то идет не так. Нас, наверное, на этом дрессировали иностранные заказчики, что они приезжали за тем, чтобы все получить, то, что называется, in-camera. То есть все должно происходить непосредственно физически на площадке, максимально возможно, потому что у них постпродакшен дорогой, в отличие от Украины. У них обычно история про, а, вы мне тут там коврик нужно не нашли, но мы поправим на посте, это значит, что продюсер позеленеет, потому что он побежит считать, сколько ему в британском посте будет этот коврик стоить. Вот к вопросу о форс-мажорах и факапах. У нас нет института репутации. Сегодня выгнали художника из сериала за профнепридатность. Завтра его взяли на другой сериал. Или там ты пошел на Дашкино в категорию зрительского кино, снял фильм, который провалился в прокате, ну, ты можешь еще раз вернуться туда, и тебе опять дадут эти деньги. У вас же цена ошибки очень велика. Репутация — это вообще самый важный, ваш, наверное, капитал. Как справляться с тем, что форс-мажоры и факапы неизбежно все равно случаются? Были какие-то случаи, когда ты думала, что ну все? Ой, да, много, конечно, их было за... Сколько я занимаюсь съемками? 17 лет. Продавать квартиру, почку. К счастью, да, до этого не дошло, но случаи бывали разные, смешные. И у меня, и у других продюсеров нашей компании. Когда мы еще часто встречались в офисе, особенно в курилке, у нас это место как раз поделиться всеми факапами. То есть у нас подкаст, у меня было, последние 20 лет проходит в нашей курилке. И мы в свое время даже думали, там, видеокамеры повесить, и такой на YouTube сериальчик выпускать, пока не вспомнили про Индии договора. Это у нас одна еще из моих любимых таких историй про факапы была у нашего, одного из старейших продюсеров радиоактивов. Наверное, не буду называть ее имени, на всякий случай, может, она не будет готова слышать эту историю в прямом эфире. Снимали самолет, взлетная полоса, все такое, все, значит, договорено с аэропортом Борисполя, о том, значит, какую там полосу нам освободить, какие там зоны, где все это, значит, все оговорено, договорено, все хорошо. И тут случается ЧП, накануне съемки совершает экстренную посадку какой-то там самолет «Руслан» на ремонт и садится на эту полосу, потому что она единственная свободно оказывается в аэропорту, и ушли себе ночевать в гостишку. Ну, а съемка обычно, когда речь идет о съемке на взлетной полосе, то тебе нужен рассвет, ну, чтобы это было романтично и красиво, поэтому все должны быть на точке в 4 утра. Ну, и вот представьте, там в 8 часов вечера продюсеру сообщают, что, простите, полоса занята другим самолетом, вы там не сможете. Ну, мы никак не можем повлиять, мало того, у нас нет контактов просто летного экипажа, потому что они как бы не наши приехали. Они, вот мы знаем, в этом отеле. И ключ типа от самолета, грубо говоря, они забрали с собой. Ну, и она отправляется в этот отель на переговоры с экипажем, да, то есть к моменту, пока она туда приезжает. Перепаркуйтесь, пожалуйста. Они, да, перепарковали, да, самолет. Ну, это вот, к слову, да, как решаются проблемы. То есть мы не знаем, ответа нет. Это первый способ решения проблемы. У тебя съемочная группа, 100 человек на низком старте, да, а тебе всего-то самолет отпарковать. Она приехала в гостиницу, спросила, где там такой-то летный экипаж. Ей, значит, сказали, какой номер. И она постучалась в номер, ей открыли. Там сидит, значит, группа мужчин, выпивают, естественно, ну, вечер уже, да. Она, здравствуйте, а у меня к вам разговорники. Да-да, проходите. Ну, пришла девушка. Она, какой разговор? В общем, случилось недоразумение. То ли она перепутала, в какой номер стучаться, то ли ей номер не того летного экипажа дали. В общем, а мужчины, которым она постучалась, оказались экипажем другого самолета. И они решили, что она, ну, проститутка, грубо говоря, пришла предлагать свои услуги. И поэтому они ее, конечно, радушно приняли. А она думает, ну, я не буду прям так сразу с места в карьер. Мужчина выпивает. Думаете, да-да, присаживайся. Ну, ладно, раз такое дело, сяду, выпью. Ну, в общем, выпили. И, ну, думаю, побеседовали минут, там, 15. И она видит, у нее время поджимает уже, там, время позднее, разворот-то скоро. Она говорит, ну, у меня тут дело такое к вам есть, мне бы ваш самолет перепарковать. И тут про какой самолет вообще речь? И стало понятно, что не тот экипаж, не тот самолет, и номер не тот. И они ее не за то приняли. В общем, хорошо, что они посмеялись и помогли найти нужный номер, нужного экипажа, и помогли убедить тот экипаж перепарковать самолет. Да, и самолет таки перепарковали. Блин, это очень классное свойство. Не знать слова нет. Ну, кроме репутации, еще известно, что ваш второй такой сильный капитал – это люди, которые на вас работают, которых вы приучаете сохранить лояльность. Ну, то, что называется у нас кадры, а в других странах это называется талант. И тут, опять же, может быть, проблема украинской индустрии начинается с нейминга, что, как в этом же выражении, если ты хочешь работать с талантами, называй своих работников талантами и воспитывай их как талантов, и относись к ним как к талантам. Как обстоит ситуация с кадрами в Украине? Где вы их берете? Как вы их воспитываете? Как вы их приручаете? Ну, это всем личностный подход. Они все растут вместе с нами в ходе наших проектов. Очень многие вырастают с каких-то подмастерьев, специалистов уже первого звена. опытным путем отсматриваем, у кого есть потенциал, кого можно развивать. Ну и, опять-таки, мы ищем зачастую тот славный микс таланта плюс ответственность. Потому что очень много безответственных талантов. И к ним нужно либо представлять ответственного администратора, который их будет контролить, ну и во многом наши линейные продюсеры. Надзирателя, скажем так. Эту боль, да, выполняют. Я думаю, ты права в том, что, во-первых, да, нужно относиться к ним как к талантам, а не к кадрам, которые сегодня один, завтра другой. Наверное, благодаря хорошему климату внутри коллектива и интересным проектам, над которыми они работают, и достаточно интенсивному объёму занятости, у них мало остаётся возможности и времени смотреть по сторонам, скажем так. Ну, плюс мы заботимся о них, о всех в плане страховки. Если что-то происходит, мы всегда всем помогаем материально и морально. Они у вас, эти люди штатно на зарплате? Или только по-разному? Я понимаю, вот нет проекта, да, ну, люди уходят, ну, потому что им нужно кушать. Ну, это особенно сложно, конечно, вот в такой год, как сейчас, оставлять при себе золотую сердцевину команды, но не без того, что люди уходят. Очень многие так вырастают, уходят. Тот же Дима Суханов, который давным-давно когда-то работал в радиоэктиве, шёл, сделал своё дело. Так очень много продакшн-компаний на украинском рынке появилось из лав-радиоэктива. Женя, а блог для украинских актёров? Вы вообще насколько много шансов даёте украинским актёрам? Вот когда, например, приходят запросы от творческой группы сериала, фильма на каст. Вот вы украинских актёров рассматриваете, зовёте на пробы, потом эти пробы видите, что, ну, не годится, даже показывать не надо. Или кто-то там доходит. Потому что я узнала, например, в «Смерть Сталина» актёра Александра Пескунова, Алексей Горбунов в бюро «Легенд» снимался. То есть какие-то прецеденты есть, но они не очень многочисленные. Как происходит с кастингом? Ну, шансы даются всем. А вопрос в качестве актёрских проб. И если, в принципе, у актёра подходящая под персонаж внешность, пробы всё равно показываются режиссёру. Дальше ему решать, насколько там есть в актёре потенциал, может быть, поработать с коучем по произношению или ещё чему-то. Это тоже мы дорабатываем, если нужно. Но проблема в актёрской школе, к сожалению, у нас есть. И плюс это упирается в язык. Ну, так, чтобы был потенциал для работы с коучем по произношению. Ну, а в случае бюро «Легенд»? Там нужно было... Там очень много актёров, которые должны были говорить на русском. Очень много русских актёров там было. Да. А почему? Ну, во-первых, в бюро «Легенд», опять-таки, он снимался не только в Украине. И они его зачастую начинали снимать не у нас. И эти актёры, им проще было уже добирать их сразу из России и возить по всем странам. Потому что, к сожалению, в России сильнее актёрская школа, чем у нас, надо признать. Ну, и дальше, наверное, я думаю, тут проблема школы Станиславского и Чехова. Всё-таки западное кино построено на Чеховской актёрской школе. И разница в подходах очень чувствуется почему-то на экране. Поэтому как-то наши проигрывают на этом фоне. Вот актёров студии «Чёрный квадрат» я вообще не беру тут смотрения. Так, а об актёрских болях вы можете послушать в нашем предыдущем выпуске. Можешь ты сказать, например, с твоей точки зрения, какие сейчас боли есть в Украине? Что нужно, возможно, исправить, чтобы к нам пришёл вот такой вот крутой заказчик, как и HBO, да, чтобы это было и субродюсирование, не только сервис, да, чтобы у нас там и Netflix, и другие платформы, телеканалы. Вот можешь вскрыть вот самые такие болезненные, не знаю, точки в нашей стране, в нашем производстве? Ну, во-первых, это есть болезненные точки в законодательной базе. Во-первых, в кэш-ребейтах. Ну, вот они сейчас приняты, и сейчас все с опасением просто ждут. Ещё никто не пробовал, да, их? Вот, собственно, этот пресловутый проект Netflix – это первые претенденты на текст-ребейты. Вот они сейчас подаются. Очень многие, особенно мейджор-игроки, они смотрят на то, насколько там механизм не только заявлен, но и насколько он оправдал себя на практике. И, ну, никто не хочет рисковать миллионами, да, все хотят посмотреть на чужие миллионы, как вернулись, прежде чем заходить со своими. То есть это прозрачная и как бы гарантированная база рабочая кэш-ребейтов и законодательно упрощение законов там и подачи всех этих заявок, документации и прочее, переводы его в цифровой формат, а не, там, насколько я знаю, вот сдача заявки Netflix на кэш-ребейты – это сдача в Дашкино 18 ящиков документации. Я думала, нет ничего сложнее, чем сдать фильм в Центр Довжинка, оказывается. Есть вещи посложнее, да. Вот, а, естественно, для иностранных заказчиков еще весь этот, как бы, такой ретроградный совсем документооборот еще, который невозможен в цифровом формате, а все только нашими бумажулечками на украинском, и все эти, даже наши договора, когда там они видят наш шаблон договора с актером на 16 страниц, они недоумевают вообще, что это и зачем это. То есть там даже с любым человеком из массовки ты должен подписать многостраничный договор. И, в общем-то, сейчас уже везде повсеместно в мире входят в пользование цифровые подписи, цифровые документы и так далее. Зачем столько деревьев рубить зазря? Плюс, в принципе, у нас не настолько глубок рынок в плане специалистов, как Настя говорила, да, что репутационный институт пока что еще не существует. Потому что здесь тебя не взяли, а в другом месте возьмут, просто потому что нет компетентных специалистов на рынке, их очень мало. Еще меньше из них говорит на английском, к сожалению. Плюс это образовательная программа, я думаю, наших всех институтов, потому что ты понимаешь, когда тебе приходят ребята. То есть это какие-то школы, да, где можно научиться владеть профессией киношной? Да, потому что кто у нас готовит киношников? Карпенко-Карова. Два вуза там или три, да. Культуры, не знаю, кто там еще. Но в любом случае, кто бы оттуда не пришел, ты понимаешь, что во многом тебе нужно сначала научить этого человека сбить спесь, заставить его забыть все, чему его научили, и начать учить заново, да. То есть эти все образовательные программы нужно приводить к каким-то международным стандартам качества. Но я знаю, что этим сейчас как раз активно ценились. Ну и для того, чтобы работать с большими иностранными заказчиками, нужно владеть определенным набором софта, с которым они в обязательном порядке работают на своих проектах. Это лицензировано. Лицензировано, да. Это и Movie Magic Budgeting, Movie Magic Scheduling, потом ряд программ, которые используются уже в ведении проектов. А с точки зрения ресурсов есть чего-то, чего не хватает? Вот, например, мы были на вот этой лекции мужчины из кинокомиссии Северной Ирландии, где он рассказывал, что они построили огромный павильон и ждали, что сейчас к ним придут, а к ним никто не приходил несколько лет, а потом случилось чудо, пришли «Игры престолов» и на несколько сезонов, и тогда у них все поперло. Вот нам не хватает павильонов, например, или техники? Павильонов, которые бы соответствовали международным стандартам съемочным, у нас категорически мало в стране, естественно. Их там, вот как раз они есть у Film.ua, есть Victoria Films, за Сим и все. Мы сейчас достаточно много снимаем опять на Довженко, потому что во время карантина в качестве антикризисных мир нам пришлось отказаться от собственных съемочных павильонов, урезая траты. Ну, это же боль приходить снимать на Довженко, просто потому что Film.ua заняты часто вашими проектами, что прекрасно, конечно, но таких студий надо бы побольше. Но опять-таки, если будут отстроенные студии, по последнему слову, но при этом не будет законодательной и налоговой базы, то они так могут несколько лет стоять невостребованными и за это время обанкротиться и перейти в формат складов под оргтехнику для компаний Майо и Розетка, ну, к сожалению, при том, что случилось с нашими съемочными павильонами. Вот, потому что это достаточно тяжело содержать, если эта штука не работает. А без масштабных проектов их сложно окупать. А не имея букинг по проектам на несколько лет вперед, как, например, «Игра престолов», ты такую историю не окупишь, потому что это многомиллионная инвестиция. Проблема комплексная. Со съемочной техникой, ну, плюс-минус в стране у нас неплохо. Вот со страховкой техники и со страховкой вообще потери возможных сбоев в съемочном графике, вообще страховкой всего продакшн-процесса у нас тоже проблемы есть. И проблемы в том плане, что вроде как на законодательном уровне эти страховки возможны, но наши страховые компании, они же все перестраховываются у больших страховых концернов иностранных, да, а те не видят достаточной законодательной базы, ну, для гарантии вообще по объему заказов, да, таких вещей, чтобы давать вообще возможность такие полисы выдавать. Вот сейчас постепенно, там, несколько лет уже мы это дело развиваем за счет наших проектов, то есть стали возможны уже какие-то там отдельные страховые продукты, там, страховка членов съемочной группы, команды, там, рисков и прочее, страховка техники уже возможна, хотя несколько лет назад и это было невозможно. То есть надеюсь, что там вот опытным путем, крупица-крупица, там, через несколько лет это будет возможно страховать и эти риски. Ну, потому что, например, сейчас риски простоев из-за, там, погодных условий или еще чего-то, это всегда ложится на плечи продюсера, хотя в всех нормальных странах это покрывается страховой, и это норма жизни их, и они еще очень часто, опытные продюсеры на этом играют. То есть иногда им выгоднее даже там остановиться на какой-то день по погодным условиям, чтобы получить компенсацию от страховой и пустить это в производственный процесс на покрытие там каких-то других непредвиденных нужд. Да, а у нас пошел дождь, ну что, переписываем сценарий? Ну да, или, да, сидимся, плачем, ждем, когда он закончится. Я в свое время пользовалась активно шаманскими методами по улучшению погоды. Смех смехом, но очень часто помогало. Как ты справляешься со стрессом? Вот как это все пережить, когда ежесекундно на кону все? В этом году очень сложно справляться со стрессом, потому что всегда еще помогало, наверное, разнообразие проектов, интенсивность передвижений, каких-то командировок, поездок. Я люблю путешествовать, люблю встречаться с любимыми друзьями в приятной компании. Вот, как-то редко стали видеться все в этом году, все боятся зародиться и вообще всего боятся, поэтому и со стрессом сложнее справляться. Может, отчасти мне образование психолога помогает. Где-то я справляюсь очень плохо, даю себе в этом отчет. Я достаточно, в принципе, вспыльчивый человек, но быстро отходчивый. Мне кажется, как все, нужно отвлекаться на приятное, прекрасное, любимых, дорогих в твоему сердцу людей. Сейчас я наблюдаю такую ситуацию, что рекламщики, да, которые занимались рекламой, которые это делали круто, у которых действительно это были бюджеты, возможности, резко переходят в кино. Вы рассматриваете несколько полнометражных картин. Я знаю Дима Суханов, там, Володя Яценко. Вот все классные рекламщики перешли сюда в кино. Зачем вам это нужно? Потому что кино, ну, заработок сомнительный, славы, тоже как таковой нету, да. И вот тот успех и кураж, который вы имеете в рекламном бизнесе, возможно, вы его здесь, ну, не найдете. Зачем вам это нужно? Ну, во-первых, мне кажется, это отчасти для утоления каких-то творческих амбиций, потому что так или иначе в рекламном бизнесе ты должен сдать там проект по брифу. И в соответствии с ожиданиями заказчика, да, в полнометражных проектах это все-таки больше идет на откуп твоему творческому видению и так далее. Потом, действительно, я думаю, отточили за столько лет мастерство, все перечисленные люди, чтобы провернуть такую же качественную революцию, я думаю, в кинобизнесе украинском. Но еще и, ну, как мне кажется, немножко золотая эра рекламного кинопроизводства в нашей стране, ну, если не закончилась, то идет на спад. Поэтому сейчас, мне кажется, рекламное кинопроизводство украинское, в первую очередь, больше как раз вот как тренировочная база перед скачком в серьезную киноиндустрию. О твоем новом фильме вы уже анонсировали, ты работаешь над полным метром об Игоре Сикорском, знаменитом авиаконструкторе, которым назван у нас КПИ, аэропорт Жуляйны. Вы объявили о старте предпродакшена вместе с режиссером Сергеем Чебутаренко, и мы понимаем, что этот режиссер, который снял «Пульс», «Пульс» мы не видели, ничего сказать не можем. Ремарочка, наш звукорежиссер, большой фанат этой картины. Значит, вы планируете фильм снимать в Америке, да? Нет. Нет? Хорошо, у нас, но на английском языке. Есть такая задумка. И, значит, у вас нет сценария еще. Совсем в начале. Вот ты специально выбрала для себя такой самый сложный путь, скажи, пожалуйста, с максимальным риском. Не ищу легких путей, да. Ну, чем сложнее задачи, тем интереснее их решение, наверное, вот я думаю, в этом суть. Ну, к тому же «Пульс» я видела. Фильм хороший. Всем рекомендую посмотреть, когда он выйдет в прокат. Помимо этого, я думаю, что у этой всей истории большой потенциал к американскому ко-продакшену, потому что Сикорского очень хорошо знает, и он достаточно такая пахальная фигура, и в Америке тоже, и в Америке, и в Канаде, в общем-то, в мире его знают. Вот, и поэтому, мне кажется, эта история должна быть рассказана украинцами, наконец-то, да. Жень, ну, Сикорский — это такая вечная тема. Я предлагаю тебе актуалочку. Давай питчить и инучий боёпик про Зеленского. Это прям его тема. Да, это веселая история. Да, это на самом деле интересная история. Сейчас мы быстренько закрепим каким-нибудь договором. Надо быстро. У нас есть еще один незаконченный, к сожалению, проект, который прервался в связи с банкротством главного инвестора американской онлайн-платформы Куиби. Мы не досняли. То, что должно было... Изначально задумывалось как полнометражный фильм, потом из-за того, что Куиби стал главным инвестором, переделалось в онлайн-сериал коротких серий под их формат. И, ну, к счастью, поскольку Куиби обанкротились, все опять вернулось в формат полнометражного фильма. Но пока Куиби не закончится банкротство, мы не знаем, как, значит, обстоят дела с материалами фильма. А это будет история про Трампа. Поэтому надо закончить сначала с одним президентом, а потом уже перейти к нашему. Женя, спасибо большое за интересный разговор, за такую индустриальную щедрость, что ты прям не скупилась делиться. Ну, это, я думаю, благодаря нашей многолетней дружбе. Вы меня раскатали на откровенность. Ну, и опять-таки, благодаря тому, что подкаст не выходит в англоязычном формате. А я хочу еще поблагодарить всех тех, благодаря кому этот выпуск состоялся. Это компания Postmodern, где мы находимся. Компания, которая обеспечивает полный цикл постпродакшн фильмов, сериалов. И, в принципе, если вы вдруг захотите посмотреть фильм «Мотыльки», извините, каждый говорит о своем, то он был сделан здесь, в этой компании. Те кадры, которые попали в итоге в HBO-шный Чернобыль, тоже были сделаны здесь. Спасибо нашему звукорежиссеру Анне Гаврилюк, большой фанатке фильма «Пульс». Благодарим наших партнеров издания «МБР» и любимую компанию «Фильм.Юэй». Передаем нашему редактору Насте Рахманиной, которая из-за карантина сейчас с нами дистанционно. Но без нее, без ее участия бы ничего бы этого не произошло. Настя, расскажи про телеграм-каналы. Подписывайтесь на подкаст. У нас было на всех подкаст-площадках. Ищите нас в телеграм-канале. Ставьте нам оценки, задавайте нам вопросы. Пишите комментарии, потому что нам очень важно создать платформу для обмена опытом и настоящих дискуссий. И я буду знать, что я не напрасно старею, когда монтирую этот подкаст. Все. Все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»